В 2021 году на железных дорогах России могут появиться беспилотные локомотивы. Такие планы обозначил председатель правления корпорации РЖД Олег Белозеров. Как регионы страны осваивают инновации транспортной индустрии, обсуждали сегодня в Москве. С подробностями Дмитрий Ковалев. Современная модификация плацкартного вагона с индивидуальными электро- и USB-розетками, а также шторками у спальных мест – одна из самых ожидаемых премьер-форума. Это один из трех вариантов дизайна купе. Транспортный комплекс должен отвечать потребностям пассажиров и перевозчиков грузов. Стратегию развития обсудили на пленарной дискуссии в гостином дворе. Инновации везде – на земле, в воздухе и на воде. Беспилотные катера на солнечных батареях – и это уже не фантастика. Можно в беспилотном режиме организовать кормление рыбой. На мой взгляд, это имеет огромную перспективу, и не только с точки зрения экологии. А второй проект разработан компанией «Ренова». Это пассажирские электрокорабли, бесшумность, чистое топливо. А на трассах беспилотные машины, правда, пока в тестовом режиме. В Татарстане начали производить автобусы, которыми может управлять искусственный интеллект. В стране активно развивается и система бесконтактной оплаты проезда. Чувашская республика – среди регионов-лидеров. Будущее транспортного комплекса во многом зависит от современной инфраструктуры. Новые дороги – залог экономического роста, отметил Михаил Игнатьев. Как было пять лет назад, и какая ситуация сегодня. И когда смотрим на перспективу, включая 2024 год по действующим программам, это практически вообще революционные такие преобразования. Глава региона встретился с вице-премьером Максимом Акимовым и министром транспорта Евгением Дитрихом. В федеральном ведомстве заинтересованы в реализации проекта Европа-Западной Китая. С вводом новой дороги вырастут объемы грузоперевозок. Для нас открываются огромные возможности этой перспективы. Но параллельно с этим будут реконструироваться автомобильные дороги федерального значения ЕМСЕМА-151. Еще одна обсуждаемая тема – развитие авиаперевозок. Глава региона отметил, что количество рейсов продолжит расти. Удалось мне сегодня переговорить с генеральным директором Аэрофлота Виталием Геннадьевичем Савельевым. В 2020 году будем работать над тем и искать инструменты, варианты для того, чтобы Аэрофлот начал летать. Будет пошарный поток, будет загрузка, они готовы. Объем инвестиций в развитие транспортного комплекса страны уже превысил триллион рублей и продолжает расти. О том, как реализуются национальные проекты в регионе, Михаил Игнатьев рассказал корреспондентам информационного агентства «Россия сегодня». Среди тем – большого интервью, модернизация медицины, поддержка бизнеса, подготовка к грядущему столетию республики. Ответы на вопросы будут опубликованы в ближайшие дни. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы.